...социальных компаний, а также нежелание многих производителей нести ответственность за качество, созданное ими в социальные рекламы. Анализ действующего законодательства в социальной рекламе об исследовании в социальной рекламе позволяет говорить о недостаточной эффективности действия некоторых норм и об отсутствии ряда норм, которые смогли бы позволить более эффективное использование социальной рекламы в обществе. Как один из способов решения этой проблемы, мы предлагаем установить налоговые вводы для рекламодателей и производителей остальных как государственных, так и частных, и физических компаний. По-прежнему, очень стоит вопрос о том, почему рекламное сообщение преимущество конструируется с помощью собрежденного поколечного и немертвого человеческого тела, который, видите, составленный применение рекламы, которая была рекламной компанией в 2005-2007 годах, была обращена к росту благогольных наличиям и создавающих благогольным объявлением за кризисом работы. Потому что в Латвии это была очень сильная проблема, и они привлекли к телевизору компаний, которые были представлены в блокаде, также различные акции проводились. И мы собрали, что, хотя ли там комплексы там очень низкие, тем не менее, можно увидеть, что количество оборудовательных происшествий с участием в больнице, количество лакоколевого мнения, оно сократилось. Конечно, могло быть больше, но все это тоже ощутимо. Так. Оставлено предъявление образа мертвых и поколяченных тел с информатичными действиями в том числе в обществе, позволит одноврементировать разные и прячения их сознательности. Эти деструктивные образы указываются за определенные неравенство в обществе. Отдельной организацией, придерживающейся в семье сотрудников книжек в создании эффективной социальной рекламы, есть Вирод Родинка. Сегодняшняя компания есть составляющая того, с именоприлического эффекта, которым обладает социальная реклама во всем мире. Для решения предправления на акцию консолидации ресурсов уже эффективно действующего в обществе социальной рекламной организации, а также создание эффективной системы финансирования социальной рекламы в России с предназначением международного опыта. Присоком данного сделания можно сподавшись. Социальная реклама должна и может заниматься не только государством, но и бизнес, и общество. Сейчас идет процесс формирования гражданского общества. Из все основания считающих, что Россия и Латвия смогут стать предпущенными темными современными западными временами. В ходе работы я пользуюсь информативными актами на русском и натическом языках. Также на различном монографии, но также на других языках, и другие международного языка. Вопросы? Какие-нибудь вопросы? 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 поэтому мне очень интересна тема, где я неоднократно была в стране. И я считаю, что стальная реклама в ГЛАТРИ находится на очень низком уровне развития, потому что в моем дипломе я описываю ролик телевизионный, который я не могу технически демонстрировать, но я считаю, что для журналистов такой стальный ролик, он, конечно, очень агрессивный. Я считаю, что можно делать стальную рекламу, он очень дорог. Агрессивный, потому что там показывается сюжет такой, что он направлен в рот, вроде бы, как воспитано, и там, оказывается, прямо самоавалия, и очень много крови, это прямо пришло. И как-то любых удивляет прямо. Я считаю, что это очень красиво и недопустимо. Можно сделать стальную рекламу намного лучше. Вы сопоставляете и приводите, и социальную рекламу в качестве мера для златочных... Я считаю, что цель на филе в России сейчас находится в новолонии выше, чем власти. Вы, конечно, не сравнили с тем, но в этой мировой сфере... Но в сравнении с целью на филе в России это выше. Вы не обрадите этот вопрос еще. Вот мы тогда... Потому что вы объяснили очень хорошо, почему у нас этот вопрос, это облицы интеллилили, они зависованы. Давайте подойдем с другой стороны, если вы сможете обосновать. Насколько научно обоснованно сопоставить слона и моську? Возможно научно... Подожди, простите, пожалуйста, в России трех миллионов. В России около ста сорока детей. Насколько? Россия многонациональная страна. В Латвии нет, хотя бы не сорок процентов, но нет, не латышского населения. Вы понимаете, какую словно сферу и вторую? Первое. По количеству неправомерно сопоставлять такие вещи по субъекту. Они качества разные совершенно. Сопоставление с них не лягкое. Их не лягкое. Это слон и дробинка. Вот обоснуйте, почему вы в истории пойти по этому ни проторинному, ни философии, ни социологии, ни вообще на опыт. Потому что мне было очень интересно как страна, мне интересно было именно в своих местах, и вам и там. Как я живу в России, и я русская. Соответственно, я могу сопоставлять в камне в Латвии только с родственниками в России. Потому что я не могу объективно на самом деле в субъекту реализовать камню в других странах. Потому что я там не была, я не вызвала. То есть я могу обрабатывать только на какие-то учебники или пособия научные. Я считаю, как я сама живу здесь, и я возлю русскую, и, соответственно, я могу здесь. То есть просто я все было делать. Ну, я считаю, что это было тебе собрать. И предметнее, наверное. Предметнее, я считаю, это фактически. Было бы удачнее, конечно, какую-нибудь маленькую эстону, скажем, взять Бельгию. Там две национальности. Волонцы, Волонцы и Фламанцы. Примерно население пополам. Примерно то, что Латвия. Ну, может, побольше Латвии. Три раза. Но побольше. Латвия — это вообще не Латвия. Это микроскопические страны. Во всем сегодняшнем мире. Ну, наверное, было бы правильнее тогда. Что-нибудь другое? У нас Россия — многонациональная страна. Половина моей Донецкой области. Какие еще вопросы будут? Я хочу спросить. Вы, следственные темы, можете какие-то подробности по счет перспективного развития социального реклама в России? Ну, сейчас очень много подробностей социального рекламы и набирают народы. Сейчас очень много. Сейчас студенческие социальные рекламы. Поэтому уделяется внимание их на тело. Проекты такие. И это считать крестивностью, активно хорошим. А сейчас это не надо менять. Давайте я считаю, не знаю, не знаю, а в любом суде там, а в любом суде там, а в любом суде, а в любом суде, а в любом суде, и в любом суде. Давайте. В названии написано. В примере сравнительного анализа России и Латвии. Я открываю работу, устаю, прихожу в приложение. В приложение больше половины авгандистские плакаты с СССР. Почему так? Вы все-таки говорите о России и Латвии. у нас должно быть больше сегодняшнего, актуального материала. Они как приложение связаны именно, когда я указываю исторические аспекты странных планов, современные. А почему современных-то меньше, чем исторические? У вас же тема какая вы не рассматриваете? СССР. А пропаганда? Потому что я не слышала его когда-то современные аспекты. У меня просто приложение, вложение здесь. Да. Как же мы тогда, ладно, подняли? Ну, там представления есть, да? Нет. Я сейчас не про ролики, я про плакаты какую-то. Потому что когда я писала, про исторические аспекты, я указала вложение по местам. Потому что их сейчас часть мы не видим на плакатах. Потому что сейчас мы их не можем видеть кругом, а социальные аспекты, мы не можем видеть. Ну, на самом деле, сейчас очень много. Адаптировано к сегодняшнему времени. Они по сей день актуальны. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет. Нет вопросов. Все. Тогда у нас поступает депутатка.